Сегодня я нахожусь в городе Московской области Одинцова по запросу моих любимых зрителей. Город молодой, основан в 50-х годах прошлого столетия, он моложе, чем мои обе бабули. Первое упоминание села, которое в этих местах было, это 1470 год. Развитие города началось со времен постройки железной дороги на Смоленск, это 1870 год. Тогда же здесь начали открываться в большом количестве кирпичные заводы, так как здесь была очень удачная глина. Что еще хотелось бы сказать, чем он еще знаменит? Ну, конечно же, заводом резиновых изделий. Изделие номер один у нас было противогаз, а изделие номер два, которое, название до сих пор это употребляется, это презервативы. Собственно, презервативами город Одинцова снабжал весь Советский Союз до 80-х годов. Давайте прогуляемся, посмотрим, как он вообще выглядит. Не знаю, как по мне, внешность у города вполне современная, симпатичная, люди гуляют. Желающим остановиться в городе Одинцова есть, как видите, даже приличные отели, парк НБР Эдисон. А это прогулочная зона, здесь люди гуляют, отдыхают, сидят на газонах. Очень приятная атмосфера отдыха и релакса. Слушайте, если не ошибаюсь, это лотосы. В таком вот большом количестве, огороженные. Вот мужчина ловит рыбу даже в них. Но на самом деле рыба плавает, там вон мальки, достаточно-таки прозрачная вода. А это, смотрите, по-моему, лотосы, вон розовые, белые, всякие распускающиеся. Люди отдыхают, катаются на лодочках. Сегодня прекрасный, погожий денек. Здесь монтируется сцена. Возможно, даже сегодня, 3 сентября, здесь будет выступать Михаил Шафутинский, кто знает. Но мы идем к памятнику Андрея Одинца, боярин, которому в 14 веке Дмитрий Донской пожаловал поместье на этом месте, на месте города Одинцова. И, собственно, город назван в его честь. Вот он, боярин Одинец. Одинцом, кстати, называли на Руси единственных детей в семье, либо первенцев. Вот такой вот красавец. Ну, красота же, согласитесь. Как приятно тут поотдыхать. Жаль, мы не взяли на что сесть, а то бы тоже присели да посидели бы. А, возможно, даже с бутылочкой. Какая прелесть. Вырезанные буквы Одинцова на урнах. Слушайте, ну, молодежи точно есть где разгуляться. Посмотрите, какая спортивная зона. Здесь и в баскетбол играют, и там дальше играют в футбол. Очень много занятой в спорте молодежи. Подростки тусуются, развлекаются, занимаются спортом. Это же не может не радовать. Я вот уже не могу. А дрягший, обрюзгший. А люди все еще этим увлечены. Вот, посмотрите. Игра в футбол идет. Супер. Столько людей. Удивительно. Для тех, кто любит волейбол, здесь даже целый, вот такой вот огромный волейбольный центр. Это огонь. Этот храм, конечно, роскошен. Но исторической ценности он никакой не несет. Это новострой. Мы не просто так приехали в микрорайон Трехгорка, города Одинцова. Здесь множество домов, расписанных современным искусством. Вот такая вот красотища со всех сторон. Я вам сейчас их все попробую показать поближе. Ну, не все, конечно же. Здесь весь район расписанный. И почему это так? Откуда вообще появились эти разрисованные здания? В 19-м году, в конце 19-го года здесь проходил фестиваль, арт-фестиваль. Вот как раз разрисовывали и российские художники, и иностранные. И сделали такой вот музей под открытым небом из граффити на домах, на жилах. То есть это такая уникальная штука. Сейчас я вам покажу их больше. Вот работа голландского художника. Вот такая вот, с ногами хинкальками. Вот работа болгарских художников. Вот такая. Вот такая работа. Интересная, мультяшная. На фоне ремонтных работ возвышается вот такая иллюстрация. В ту сторону что-то в стиле пиксель-арт. А в эту черно-белая любовь. Здесь keep on pushing написано. Вот это вообще бомба. Мне кажется, это Юрий Гагарин. Мне кажется, очень круто. Невероятно. Вот здесь что-то необычное двустороннее. Отражение в воде. Да, как я вижу. Интересно. Поговорим о Боригаме. Как гласит надпись у этого граффити. Истинная сила исходит не от подражания чужому реву силы и уверенность. Приходит от обретения своего собственного голоса. Знаете, что жалко? Что вся эта красота, она еще немного, еще несколько лет и просто сотрется. Вот где маленькие плитки, они, видимо, глянцевые. И оно просто уже даже где-то потихонечку, а где-то совсем начинает облазить. Но все равно это очень красиво, конечно, и масштабно. Продолжение следует...